Безусловно, именно Азербайджан как раз выступал за подписание мира и выступал за то, чтобы в регионе наконец-то воцарилась стабильность. Но вот Армения, к слову говоря, на это не идет. И судя по всему, как раз-таки та же самая Франция, в величии которой никто не сомневается, поставляет Армении сейчас оружие. И я, конечно, понимаю, что Россия может не видеть... Против Турции, не против России. Франция вооружает Армению против Турции и против Азербайджана. Но эта мысль уже сегодня... Для России это не несет никакой угрозы, а для вас несет, и для Турции несет угрозу. Сегодня уже прозвучала как раз-таки мысль о тесном сотрудничестве между Россией и Турцией, но здесь я бы хотела обратиться немножечко к другому региону, который, как мне кажется... Вы не правы. Я хочу эту мысль опровергнуть. Между Россией и Турцией сейчас серьезное охлаждение. Серьезное охлаждение. Турки строят в Украине заводы по производству вооружения. Об этом объявлено. И сейчас мы наблюдаем, ну, скажем так, определенную заморозку политического диалога, сближения между Россией и Турцией. Я бы даже сказал, что между Россией и Францией я наблюдаю гораздо более, как бы, оживление неформальных контактов. В частности... Вы позволите, я внесу свои пять копеек. Никто над вашими прогнозами не хихикает. Мы очень серьезно и с настороженностью относимся... Господин Рашко не хихикает. Да, мы с настороженностью относимся к прогнозам и с уважением относимся к вашей мысли. Просто я хотел бы еще добавить один момент. Просто все ваши тезисы сводятся к тому, что Россия ни при чем. Это не относится к России. Это не относится к России. Нет, мои тезисы сводятся... В Армении никогда не было об этом России. Но при этом в Гюмри находится военная база. Российская военная база. Вся экономика... Не к этому, не к этому. Можно я скажу, что не усвоятся мои тезисы. Я не сказал, что Россия ни при чем. Я сказал, что Россия будет играть вторым темпом. Она будет ждать разрешения ситуации. А потом, когда на Южном Кавказе уже, как говорится, все определится, тогда уже Россия туда придет. Владимир Шевченко, пока Россия будет ждать разрешения ситуации, Россия самой может уже не статься. Вы понимаете, это война глобально направлена. Угроза против России. В передаче, где обсуждается исчезновение моей страны, я просто принимать участие не буду. А вы можете дальше... Я не хотел... Как интересно, если бы я обсуждал исчезновение Азербайджана, как бы вы к этому неслись? Вы обсуждаете то, что нас захлестнет война скоро. Судя по всему, господин Шевченко отключился. Я очень извиняюсь, если я принес какое-то это. Мы просто хотели... Да, просто вот добавлю, что мы вот сегодня говорим про то, что Россия как бы ни при чем и смотрит на ситуацию со стороны. Но вот про величие Франции никто этот тезис не оспаривает. Но, тем не менее, пока президент России встречается с представителем гагаузской автономии, президент Франции встречается с президентом Молдовы Майей Санду. И, судя по всему, как раз-таки вот такое дипломатическое пока что противостояние, оно все-таки имеет место быть.